Всем привет! Сегодня сделаю распаковку такого замечательного светодиодного светильника. Это серия Астрелла. Светодиодный управляемый светильник со встроенной колонкой. A-Play 60W RGB. Вот такая вот большая коробка. Покупали в магазине в проектном Кремкарке. Нам очень все понравилось. Но мы ему не подключали еще долго. Вот сегодня и в этом. Здесь пункт. Комплект ведет. Сам светильник. Немного технических характеристик. Вот здесь такие технические характеристики. Можете на паузу нажать. В принципе, так все будет видно. Ну, довольно-таки светло. Я даже думал, что это не полная мощность сейчас. Так. Значит, у нас здесь идет пульт. Комплект. Крепеж. Инструкция. Сейчас инструкцию покажу. Инструкция, естественно, на русском языке. Все здесь указано. Что да как. Все технические характеристики. Кстати, скачивается приложение для iOS и Android. И можете управлять данным светильником уже с телефона. Сейчас с пульта попробуем его отключить. Отключается. Включается. Отлично. Яркость побольше делается. На финале максимально все-таки. Хотя я думаю, что что-то прибавляется. Яркость. Давайте на нем все сделаем. Регулировка идет с небольшим опозданием. Буквально в доли секунды. Дальше. Это тон. Я так понимаю. То есть мы изменяем тон. От холодно-белого, от тепло-белого. RGB функция. Кратковременно надо нажимать данную клавишу, чтобы перейти функция RGB. Режим ночника. Холодный и теплый свет. Одна клавиша так и переключается. Все, переключается режим. Зеленый. Сейчас был красный. Синий. Ну и так далее. Сейчас я выключу на камере верхнюю подсветку. Чтобы было больше и лучше занятия. Вот сейчас это все поднимем. И мы посмотрим, как это все работает. Над моей головой светится. Так, вот все светится. Ну, качество ночничка довольно-таки неплохо. Кладу это все на место. Сейчас я хочу подключиться к этому светильнику через Bluetooth. Для того, чтобы подключиться по Bluetooth к этому светильнику, мы должны скачать приложение. Оно называется A-Play. Надеюсь, будет видно. Так оно называется. QR-код есть на корпусе светильника, соответственно, и на самой коробке. Заходим в приложение. Загружается. Приложение запрашивает разрешение включить Bluetooth. Разрешаем включать Bluetooth. Далее. Кстати, это приложение может управлять не только одним светильником, а несколькими. Так, что здесь нажимать на это нужно. Лампу выключили. Лампу выключили. Я уже управляюсь, кстати, светильником. Класс. Так, здесь инструкция. Приложение русифицировано. Можно устанавливать режимы. Так, давайте в инструкцию заявляем. Здесь, в принципе, что? Указано, как в ProLectics. Здесь выбор языка. Здесь у нас русский. Соответственно, установить режим. Один светильник. Либо группа светильников. Ну, соответственно, на 6 пока один. Подключение произошло. Сейчас мы слышали. Это в колонне, да? Кажется, было холодно. Так, холодно-бегано. Вот, смотрите. Управляю. Передвижение. Данной клавиши. Теплотой, либо холодом. Соответственно. Имеется ввиду света. Холодный свет. Топлый свет. Далее. Это яркость. Минимальная яркость. С небольшим, конечно, таки, опозданием. Но это замечательный такой эффект. Не сразу, как такой нарастающий. И, соответственно, на самом деле яркость. Можно посмотреть сейчас на комнату, как это все освещается. В принципе, я думаю, вполне достаточное освещение. А не сказать, что считать можно под этим светом. Но он все-таки достаточный. Далее. Цветовая гамма светильника. Смотрите сразу. То есть, я выбираю любой цвет на этой радуге в приложении. Соответственно, цвет меняется. Больше красный тон. Ну, очень круто. Смотрите, розовый цвет. Просто замечательный. Так, ну давайте теперь аудиорежим проверим. Аудио МС-60. Вот, все, идет сопряжение. Все, колонка наша. Офигеть. Какой звук. Так, сейчас. Сейчас мы здесь включим Моцарта. Я думаю, что Моцарт у нас играет. Ну, достаточно большие басы. Вот такой звук. Это не максимальная громкость. Ну, в качестве, скажем так, колоночки, которая подвешена к потолку и издает вид из руки, это очень даже неплохо. Нажимая эту кнопочку, точнее, применяем эту галочку, наш светильник переливается разными цветами. В принципе, как светильник, как умный светильник, и за ту сумму, которую он продавался, это просто замечательная, я думаю, вещь, замечательный интерьерный такой вот момент в вашем доме. И я думаю, что когда мы сделаем ремонт и покажем уже этот данный светильник, как он у нас вписался в интерьер. Вот так вот выглядит данная люстра уже на потолке. Неплохой тоже эффект идет. Сейчас красный. Цвета переливаются. RGB. Так, что мы еще включим? Полностью свет. Это у нас холодный белый. Максимальное освещение. Ну, вообще, кстати, видно. Очень круто. Очень круто видно. Дальше. Тепло-белый. Теплее, теплее, теплее. Тоже такой классный эффект. Комната достаточно яркая. Читать можно спокойно под эту люстру. То есть, все замечательно. А вот так выглядит люстра внутри. Здесь установлен драйвер на 60 Ватт. Далее он подключен, скорее всего, в каком-то распределительном устройстве, либо фильтру. А вот здесь, как вы видите, находится динамик. Их два. Вот динамик. И вот. Это отвечающий за баз, соответственно, за высокие и средние частоты. Вот такие вот светодиоды. RGB светодиод у нас в модели 5050. Где-то здесь было даже написано, указано. Вот. Видно, я думаю, будет. И остальные светодиоды на таких вот линзах расположены. В принципе, как вы видели, освещения дают много. Достаточно. Все-таки качественно спаяно. Все отлично. Вот такая вот замечательная люстра. В принципе, на этом, пожалуй, все. Спасибо вам за внимание. Ссылку на этот светильник я оставлю под этим видео. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok